И здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в Азербайджан в F2, но вы видите примерно как у меня начинался данный уикенд, а это я вам показываю вот решающую попытку квалификации, да, ну вот примерно так для меня закончилась квалификация, но до этого времени я успел показать свое время, и оно меня вывело на позицию под номером 8. А полный сорт в решетке у нас первая с этой камера, потом Эйткин, потом Латифи, потом Матюшито, Гьотто, Деврис, Мик Шумахер, то есть я, Луис Дель Трас, Джоу и Кинг замыкают топ-десятку, да, я седьмой, а не восьмой, как я сказал. Ладно, не видел смысла показывать вам полный круг, потому что и так видео получилось очень долгим, вы его еще успеете увидеть в гонке, а так, в принципе, ну вот так вот для меня закончилась квалификация, первый раз битый болит прямо, да. Тактика ультра-софт-софт, и просто едем стартовать, и надеемся на лучшее. Гасмадаги стартует Гран-при Азербайджан-Баку, и стартую я, конечно, очень плохо на фоне остальных ботов. Сразу же пропускаю Дель Траса, меня уже атакует Джоу, чуть мы не столкнулись друг с другом, но он все-таки меня прошел, я опустился уже на девятую строчку, и тут был очень опасный маневр с Джоу, потому что он тормозил очень рано, и я еле от него увернулся. Слава богу, крыло не сломал, но обогнать обратно я его не смог. И меня уже атакует Антуан Юбер, светлая ему память, но все-таки я его пока что не опускаю вперед, а продолжает следовать за Джоу. Он понемногу начинает объезжать во втором секторе, потому что у меня аэродзнамика тут стояла в районе 2-4, или 3-4, или вообще 1-3, я не помню, но тут была ставка на финальную прямую, на эту длинную-длинную прямую, и в принципе она даже работала, если бы я добился бы успеха в квалификации. Но так как я там разбился, она не очень-то и работает, и я огребаю от бота во втором секторе. Да, и в начале первого просто все, кроме одной прямой. Ладно, и вот вы видите, как я в Старом Городе от них отстаю, да, я лучше них прохожу первую связку, ну а потом я начинаю проигрывать в Старом Городе. Также еще тут чуть не приложился, ну, к стене, чуть не сломал крыло, и меня уже начинает атаковать Антуан Юбер. И мы продолжаем ехать буковок, меня сносят в его сторону, пытаясь его максимально оттеснить к внутренней стороне трассы, но да, вот вы видите, что там происходит. И из-за этого появляется виртуальная машина безопасности. Вы видели, как я его развернул, он встал поперек трассы и перекрыл дорогу половине пелотона. И я тем самым до конца гонки к нему обеспечил себе девятую позицию, потому что там просто образовался огромный отрыв между мной и Ализи, который был позади. Повтор старта, мы сейчас посмотрим этот инцидент с Юбером и мной, но пока что мы смотрим, как Делитрас воюет с болидом Дамса. Это у нас Николас Латифи, и они ведут борьбу достаточно сильную. И это вроде, кстати, не Делитрас, это вроде Матюшита, да. Это Матюшита, Делитрас же у нас в Карлине, а Матюшита у нас, это вроде тридиент, если я не ошибаюсь. Короче, ладно. А, это Карлин, господи. Что я несу, все еще путаю с ВФ-2? Ладно. У нас отвоевает там позицию Матюшита, ну а вот момент с Юбером. Как меня снесло, как я его оттеснял на внутреннюю сторону трассы, как у нас был даже маленький контакт. И тут, по факту, кстати, между нами контакта почти-то и не было, но его развернуло и стало вот так вот поперек трассы. Он потом еще начал сдавать вперед и убил своего партнера, точнее партнершу. Ой, меня это так размешило, а вы сейчас можете это пересматривать сто раз и ржать над этим возвращением на трассу. Ладно. Дальше у нас только четвертый круг, и только на четвертом круге я смог подъехать с седьмой позиции и быть уже на восьмой позиции, потому что у нас на пидстоп заехал кто-то из пилотов впереди меня. Ну а я пытаюсь атаковать сразу двух, у нас три вряд ли, очень опасно. Я сразу же прохожу уже Гуаниджоу, уже пытаюсь где-то найти место, чтобы атаковать Эйткина. Не решился я все-таки лезть во втором повороте и так, когда был далеко. Я решил атаковать его напрямую, так как у меня достаточно маленькая обряженная сила. Это, в принципе, сработало. И я по внешней траектории, еще тут как бы торможение, стрелочка стала белой, я уже мог закрывать ему траекторию, но тормозился по траектории и вышел на позицию под номером шесть. Ну а позади у них начинается борьба, и там они выясняют отношения друг с другом, и Джоу проходит Эйткина и выходит на позицию под номером семь. Также там еще Гилаэль едет на девятой, получается, позиции даже, но, в принципе, это только одно очко. Ладно, у нас пидстоп на шестом круге, переходим мы на комплект софта. Это желтые ободки с розовых пурпурных, как раньше был в 2017-2018 ультрасофт, ну а в F2 он ездит до сих пор, классно. Ладно, пидстоп, шесть и три секунды, но до пидстопа я заметил, что у меня сломано крыло с левой части. И я вообще не понял, где я его сломал, потому что контактов со стеной у меня не было, но оно прям желтое, прям видно, чуть-чуть не оранжевое. Я решил его не менять, потому что сильных проблем я не испытывал, но все-таки темп был достаточно низкий, относительно того, как я мог ехать с целым крылом, но если бы я менял бы крыло, тут оно меняется долго, потому что сначала тебе меняют крыло, два механика, а потом эти же два механика меняют тебе передние колеса, так что я потерял бы слишком много и решил я не менять крыло. Очень опасный момент был с Махавиром, Рангфунатаном, лучшим пилотом вообще в Си-Айф-1, Ф-2 и вообще всего автоспорта. Я проходил его достаточно опасно, слезав поворот, но все-таки я его прошел, потерял много времени, но вышел на одиннадцатую позицию и отправился за Делитразом, но он слишком далеко, и у нас сейчас начинаются пидстопы у остальной части пилотона, и я проношусь мимо них и выхожу на свою же шестую позицию, на которой я и заезжал на пидстоп, и, в принципе, ничего за счет пидстопов я не проиграл и не отыграл. Деврис выезжает передо мной, но, конечно, у него темп просто огромный, а у меня в Азербайджане темпа просто не было. Я в практике убил кругов 15 на то, чтобы вкатиться, убил весь этот софт, и все-таки так и не смог нормально вкатиться в трассу. Дальше одиннадцатый круг, и уже Джу прям позади меня, Делитраз уехал от меня очень-очень далеко. Его, кстати, прошел Деврис, но Джо пытается меня уже атаковать, так как у меня нету ДРС, так как я плохо выхожу из поворотов, и у меня еще и покрышки быстрее изнашиваются из-за недоставки обреженной силы. Но все-таки первая его атака оказалась мне очень-то и удачной, потому что я ему, можно сказать, закрыл траекторию, и обронил пока что свою шестую позицию. Его там уже начинает атаковать вроде Кинг, если я не ошибаюсь. Вот, вы видите, как у меня повреждено крыло, но все-таки, да, они сейчас отстают, но дальше начинается мой страдальный вот второй сектор, еще я его так вот ошибаюсь. И они сразу же садятся ко мне на хвост, и да, я вот два раза тут ошибся, два раза, и все, они у меня на хвосте. А если бы не ошибся, возможно, я бы их до конца дистанции не подпустил бы. Ладно, у меня уже начинаются частые блокировки, потому что как раз-таки переднее левое, где сломано крыло, оно блокируется, но и этим пользуется Джоу, и проходит меня прям перед старым городом. Не стал я слишком-то и сопротивляться, рисковать своим полностью передним крылом, решил его пустить, подумал, что может быть, я смогу за ним близко удержаться, весь третий сектор, но нет. Так, дальше мы перемещаемся только на пятнадцатый круг. Он ехал от меня на две секунды, и я с ним ничто не смог сделать, из-за, опять-таки, поломки крыла. Если бы не эта дурацкая поломка, я бы, возможно, приехал бы шестым, а то, может быть, догнал бы Девриса. Но фиг знает, поломка есть поломка, как сложилась гонка, так она и сложилась. Приезжаю я седьмым, в следующей гонке я буду стартовать вторым, с первого ряда, но, как обычно, во-первых, это будет у меня грязная траектория, во-вторых, ну, это боты, которые имбовые на разгонах, имбовые на старте. А я не научился как-то еще стартовать в F2, может быть, я научусь где-то Кабуда Аби, да, стартовать, найс будет. Ладно, у нас побеждает Сержо Сетекамара, вторым у нас приезжает вроде кто-то из пилотов. Универтуозе? Вроде. Может быть, это Гиота? Я не знаю, короче, мы сейчас посмотрим. На третьем у нас приезжает Николас Латифе. Деврис у нас четвертый, хороший у него был прорыв. Да, это у нас Лука Гиота приезжает вторым. Ладно, как я продолжаю свою мысль о старте, о следующей гонке, это будет мне очень больно, потому что, ну, блин, это слишком умбово ботов сделали на старте. Я проигрываю им под одну, две, а то и три позиции на старте. Это прям слишком раздражает, потому что, ну, Кодмастер, ну вот зачем так делать? Ладно, у нас Дамс продолжают доминировать в Кубке Конструкторов, конечно же, кто бы сомневался. У них два, наверное, лучших пилота. У нас с этой камеры просто... Не понимаю, как он так быстро едет. Привез всем 8 секунд. Деврис у нас забрал лучший круг. Ну и, в принципе, у меня Гиллайль, мой напарник, приехал в очки. В очко, точнее. Мы набрали за первую гонку 7 очков. Найс. Ладно, у нас один сошедший, это Матюшит, а вот почему я оказался на позиции по номерам 8. На четвертом круге, когда я сделал средства, забыл показать вам повтор, как сошел Матюшит, но он просто там припарковался в зоне безопасности, и ничего из-за этого не появилось. По тактике у всех она одинаковая, кроме Калькдерон, которая сломала крыло, она перешла на ультра-софт, потому что под виртуальным сэфтикаром битстоп не считается за обязательным, и потом перешла на софт. В личном счете после первой гонки у нас Камара. Первый я падаю на пятую строчку, и это достаточно печально, но у нас вторая гонка, без спидстопов, 11 кругов, ничего не трогаем, и отправляемся стартовать. Вторая позиция переданной Кинг, 11 кругов на то, чтобы победить. И у нас гаснут огни, стартует Гран-при Азербайджан, а вторая гонка в Формуле 2, я как обычно простыряю, старт, и 3 в ряд в первый поворот. Думал, что сейчас сломаю крыло об Джоу, но, слава богу, я его не сломал, был контакт, я никого пока что не пропустил на старте, до лета раз пытался нырнуть внутрь, видел красную стрелочку, уже боялся, но закрывал ему траекторию, он, слава богу, в меня не впечатался. Пока что сохраняю свою вторую позицию, на второй прямой, от второго до третьего поворота, меня никто не смог обогнать, а значит, во втором секторе я в безопасности, потому что у меня крыло у нас на сей раз уже целое. Ну а Кинг уже прям далеко отъехал, его будет сложно догнать, но все еще возможно 11 кругов у меня все-таки впереди. Ну а еще я такой дурачок, потому что после второй гонки я забыл вам показать повторы, собственно говоря, данной второй гонки. Я молодец, так что эта гонка у нас почти без повторов, только повторы, которые я юзал именно во время гонки, когда видел, что кто-то меняется позиции, я... Ой, господи, у меня микрофон упал. Ладно, и я нажимал кнопку флэшбэка, но сам не флэшбэкался, я выбирал пилот, и вот сколько там, 10-11 секунд я показывал вот, что там происходило. Да я, в принципе, всегда так делаю, я очень редко смотрю повторы после гонки, потому что это прям очень долго, не понимаю, как у Зетмера хватает вообще времени на это все. Ладно, первый круг у нас продолжается, я во втором секторе даже как-то приблизился к Кингу вроде бы, но на третьем секторе я имею просто гигантское преимущество над ним, потому что у меня очень низкая аэродинамика и у них она по идее стандартная 6-6, я отъезжаю от позади и вышива Джоу, ему даже мой слипстрим не помогает, после тем более вот последних этих эссек скоростных, которые на полный газ даже на F2 проходятся, я от него отъезжаю. Ну и к Кингу я за третий сектор подъехал на полсекунды, кстати, найс. Дальше у нас позади меня была борьба, снова Джоу участвует в этой борьбе и на сей раз его уже атакует Делетрос и проходит его, выходит на третью подицу. Ну а дальше у нас борьба 4 в ряд в первый поворот, это прям выглядело мега красиво, Деврис у нас прошел просто всех троих, он вообще ехал позади этой тройки, но потом их всех вообще прошел, ну и дальше великолепная срезка от меня, вообще найс, и Деврис начинает отъезжать, поехал он уже за Делетразом, ну а тут у нас продолжается борьба, Джоу проигрывает уже целых 3 позиции за первый сектор, он проиграл позиции двум Дамсом и Деврису. Деврис также у нас потом проходит до Делетраза и уже устремляется, можно сказать, за мной, он уже имеет достаточно большой там для того, чтобы скоро меня догнать. Но все-таки на седьмом круге я смог наконец догнать Кинга, смог подъехать к нему в ДРС и попытался уже сразу же его атаковать. Включил ДРС, подъезжал к нему очень близко, 330 километров, частная В2, шестая передача до отсечки, лучше третий сектор, но в первый поворот я ошибаюсь и его пролетаю. И из-за этого Кинг имеет возможность меня обратно атаковать. Я взял обратно ДРС, думал сейчас как я его перекрещу, но как-то В2 это не работает и он просто полетел вперед. И я не имею уже возможности его обратно пройти, потому что только после шестой передачи я как-то стал к нему подъезжать, ну и он защитил свою позицию, но на восьмом круге все-таки я, да, был дальше, но я решил так, надо подготовить атаку, спокойнее, у нас осталось всего лишь три круга до конца, а я хочу победить, одержать первую победу в В2. и на первый поворот не получилось его атаковать, я его сбил немного с траектории, во второй поворот он начал защищаться, ехать по центру трассы, и тут уже перекрест... чего не нет, траектории, наверное, так это правильно говорится, я смог его наконец-то пройти, поравнялись мы, и на торможении мы ехали бок о бок, но все-таки внешняя траектория в этом повороте выигрышная, и я смог выйти в лидеры этапа. Позади там уже Девриз достаточно близко, но осталось всего лишь три круга. Ну и Яна все-таки смог додержать свою первую позицию, 7 десятых кингу до меня, Девриз там у него на хвосте, но все-таки мы так и доехали до конца. Первая победа в В2, это прям очень классно, это очень странно, Баку, побеждаю вообще, откуда это взялось, не понимаю, потому что Баку, трасса, где я очень-очень слаб, они там ехали буковок, но у меня тупо не хватило эмоций, не хватило бы вообще сил дотерпеть до того, чтобы домотать до последнего круга, во-первых, ну а во-вторых, я вообще забыл про повторы, так что они там так и доехали, вроде бы, да, у нас кинг приехал вторым, первым приехал я, Шумахер, прям, у-у-у, стронг просто, ну и третьим у нас доехал Деврис, прямо радуется, наконец-то, я им принес победу, прямая, которая должна была давно доминировать, Диото у нас доехал, кстати, пятым, он был вторым в прошлой гонке, тоже он прорвался, но Деврис прям на этом этапе прям сжег, у него не очень залазь квалификация, но, что и в первой гонке, он был просто Но с этой камерой был все-таки, наверное, побыстрее на дистанции. Что во второй гонке он просто прорывался сквозь всех. Завершил сразу три обгона на первом секторе. В одном повороте, по факту. Ну и прошел Делитраза, заехал на подиум и чуть, если бы еще немного кругов бы, мне кажется, он бы победил. Потому что, ну, он бы прошел бы сначала Кинга, а потом все-таки домучил бы меня и я бы рано или поздно ошибся и пропустил бы его вперед. Ну а так, я держу, повторюсь, первую победу. Забираю 15 очков, что немаловажно. Дэври снова у нас лучшим кругом. Он забирает 12 очков, столько же, сколько и Кинг. Четвертый у нас Делитраз, потом Гиотто, потом вроде Латифис, это камера Джек Эйткин. Только восьмой, девятый Гиллээль не заехал, к сожалению, в очки. Ну а десятый я не успел посмотреть, кто. В личном счете у нас пока что вот такая вот ситуация. Я снова третий в личном счете, вроде я и после Бак Рейна. По результатам Бак Рейна был четвертым. У нас Матюшита проходит Махай, Ираран, Кузатана, к сожалению. Ну и Дэвриц у нас выходит в лидеры чемпионата. На 10 очков он опережает Сержо Сетте Камеру. У нас Шон Гиллэль, одиннадцатый монопарник, у него есть очки, хотя бы это, надеюсь, кому-то важно. Ну и в копии конструкторов у нас МП Мотор Спорт проходит Кампас Рейсинг. Также у нас есть еще очень интересная табличка результата всего уикенда. Вот она вам. Ну а на этом я буду вообще закругляться, буду заканчивать данное видео. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok